На момент съемок Николаю Брюханову 82 года. Когда его задержали, как предателя Родины, он долго не мог понять, кого, собственно, предал. Житель Байкита в начале 30-х бурлачил на реке Подкаменная Тунгуска, делал лодки и лимки. А 4 августа 1938 года он и еще 120 человек были задержаны. На первом же допросе следователь в грубой форме предложил, по-хорошему раскаяться, осознавшись в контрреволюционной деятельности. Он пишет, что я отвечаю, он вопрос за тебя, почему это не было? А я отвечаю, когда будет с Германией война, я на этом теплоходе должен вести вооруженную силу против советской власти. Вот так, вот так. И вот такую написал, понимаешь. Ну и, значит, это. Начал, значит, подписывать, давать. Канан просчитал все по нее. Тех, кто не хотел подписывать заранее составленные протоколы допросов, начинали морить голодом и неизвестностью трое и более суток. Каждый день вызывали к новому следователю. И тот заново требовал подписать пасквиль на самого себя. Когда от издевательств уже опухли ноги и он не смог ходить, Николай Васильевич решил поставить свою подпись. Подписывая я ложь и наглость, так написал, иначе фамилию свою. Он, как увидал, с 8 сантиметров линейку берет и давай меня, понимаешь, линейка, сталкать. Ты что написал? Я говорю, написал, правильно написал? Я же нигде не воевал, ни в какой век. Я, мол, родину свою продавать не хочу. Воезная сессия Крайового суда Николая Брюханова вынесла вердикт о судить на 10 лет лишения свободы по статье 58 и лишить политических прав на 5 лет. Срок заключения Брюханов отбывал в лагере на Колыме в долине Чай-Урья или долине Смерти. Туда привезли, понимаешь, 40 тысяч, этап, в феврале месяце, в самом морозе туда привезли, 40 тысяч, а когда пришел май месяц, осталось 20 тысяч. Вот бригаду пригоняют, понимаешь, из лагеря гонят, каждому охота подойти костру, мороз, 40-50 градусов, понимаешь, а подходит. Почему не идешь на работу? Через 10 лет политзаключенный Николай Брюханов был освобожден и лишь через 11, в 1948 году, Верховным судом реабилитирован. После съемок этого фильма он еще проживет 7 лет, до конца жизни вспоминая об ужасах Колымы и одном из самых страшных эпизодов, как расстреливали на глазах у всех тех, кто уже не мог от бессилия работать. На борт выгоняют их, понимаешь, раздевайтесь, они скидывают двушлатишки свои, по них ставятся белье, а их 5-6 человек, солдат с винтовками. И мы строили все, тут скомандуют, огонь, матери, молятся по них, жутко, где-то же жутко, понимаешь, до чего была наглость какая-то, всего 5-6 человек, а лепком приходят уже с носилками, их таскают. Что было, что, до сих пор мы не знаем. Проект создан при поддержке Енисей кино.